Эти люди не хотят смотреть в объективы видеокамер. Слишком много пришлось пережить, слишком мало того, о чем хотелось бы вспоминать. А восстанавливать в памяти события произошедшего все же приходится. День за днем потерпевшие обивают пороги правоохранительных органов в надежде на справедливость. В сентябре будет уже второй год, как мы бьемся, как рыбоблеты. А помощь никакой. А теперь банки трясут, коллекторы трясут, не знаю, что делать. Вот обратились к вам за помощью. Эта история началась два года назад. Тогда сразу несколько липчан пострадали от действий злоумышленницы. Одна из общих знакомых потерпевших предлагала дополнительный заработок. Люди должны были оформить на свое имя кредит и получить за это определенную сумму денег. В результате необещанных денег ни самой женщины потерпевшие так и не увидели. Остались только огромных размеров кредиты. У меня вообще история. Девять банков на мне. Полтора миллиона. Сегодня вот уже первый судебный пристал приезжали. Судову банка. По двум банкам уже судебное решение будет. Эта история для остальных станет хорошим уроком, говорят правоохранители. Сейчас по всей России распространены различные виды мошенничеств. Так, за первое полугодие 2014 в Липецкой области было совершено более 500 подобных преступлений. Надо помнить поговорку, народную мудрость, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. И поэтому любое заманчивое предложение надо рассматривать с точки зрения риска попасть в лапы мошенника. Поэтому людям надо проявлять бдительность, еще раз бдительность, действуя с абсолютно незнакомыми людьми. Стражи порядка напоминают. Если вы пострадали от действий мошенников, первым делом необходимо обратиться в любые правоохранительные органы. Там заявление зарегистрируют, а на руки выдадут талон уведомления. В случае отказа в возбуждении уголовного дела решение всегда можно обжаловать. Не стоит забывать, что наказание за подобные преступления – это всегда реальный срок. Мошенникам грозит от 10 лет лишения свободы. Алена Чернышева, Анатолий Гончаров, Михаил Жилкин. Липецкое время.